так сегодня 22 января 2016 года мы снимаем обзор дополнительного отопления в качестве дополнительного отопления керамические панели укроп керамик 500 вот она есть на подставке на ножках с экраном потому что там смежная соседка поэтому пленка экран сзади временно и есть у нас центральное отопление это батареи 6 секций 8 секций вот задача значит мы недавно пробитровали где-то может час назад старый отопление дает где-то 21 6 до 22 градусов это детская комната нужно нужно поднять на ночь температура 23 с половиной 20 24 вот поэтому он не мантер проект терморегуляторы устанавливаем максимальное значение температуры воздуха 24 минимальные 23 с половиной видим шаг 1 23 с половиной терморегулятор марки мтр 2 16 ампер разветочный электронный вот и еще одна задача нам нужно отопить так чтобы чтобы влажность не нарушить влажность то что есть предсторонного отопления у меня при температуре воздуха который сейчас минус 6 на забор на дворе у нас влажность в комнате где-то 35 процентов до 30 минимум опускается когда уже там минус 10 на улице больше сейчас 37 39 в районе кровати измеряем влажность температура в рабочей зоне панели сейчас вот здесь 24 24 1 даже градус вот панель сейчас не работает это можно проверить пирометром марка пер так 18 18 видишь видим не работает пирометра вот такой вот модели знаю видно не видно не фокусируется так замерим сейчас сколько в районе кровати температура 19 7 22 19 6 теперь кровать вот здесь на постели 19 19 на постели для сравнения кровать вот у наружной холодной стены возле ковра температура поверхности 17 6 так что у нас стенами наружная стены на которые холодные 14 8 14 8 смежная стена соседкой внутренние 19 1 до 7 2 сверху 16 6 снизу пол с соседями 16 9 потолок 18 9 центральное отопление вот сегодня на вечер так 43 5 43 7 43 9 44 4 4 4 диапазон в общем 43 5 так ну и последние берем ваттметр подключаем нашу панельку измеряем что у нас напряжение вот включили панель переходники видим да так и смотрим показывает на потребление панели 447 448 449 максимум 450 максимум ватт потребление панели в сети сейчас напряжение немножко упало 206 вольт сейчас где-то 9 вечера приблизительно после 9 до час пик нагрузки на сеть а ночью конечно же здесь будет 220 вольт потому что я замерял ночью панель берет чуть более даже 500 ватт в час сейчас она показывает показывает меньше вот 400 а вот уже немножко набирая 470 ватт в час видим час пошел уже минуту панель работает теперь соответственно подключаем чай терморегулятор вот щелчок слышали да это означает что терморегулятор включил панель по термодатчику потому что минимум нас 25 и 5 выставлено а есть 24 зачем панель к должна нагнать температуру которая выставлена терморегулятор и так панель начинает минутку работает уже нужно ощущаться что она работает да и уже немножко есть 23 показывает ясно ну пока все значит на утро мы снимем уже результат потребление этой панели и важность комнате все-таки давайте сегодня сделаем эксперимент немножко по-другому чем вчера давайте выставим максимум не 24 23 с половиной то есть на пол градусов оба и для этого я сначала нижний диапазон температуры ставлен 23 верхний диапазон ставлю на 23 с половиной на пол градуса мы убавляем желаемую температурой вы увидим насколько уменьшится нас потребление красной панели керамический укроп керамик 500 в комнате 11 квадратов 5 этаж 9 этажки белый кирпич не утеплен сегодня 23 января утро 9 часов 4 минуты на дворе показывает минус 6 градусов так как и вечером сейчас мы замерим потребление нашего погревателя в комнате терморегулятор показывает 23 и 3 вот мы уже немножко открыли дверь прохладного воздуха с других комнат но других в принципе комнатах тоже где-то температуры 22 градуса нас работала инфракрасная панели укроп керамик 500 вот и посмотрим на результаты давайте сначала измерим поверхность температуры поверхности панели убедимся что она работает так 69 72 74 удивительно это минут 10 назад показывала максимальное значение 105 а понятно терморегулятор выключился она уже немножко успела остыть в общем максимальное значение температуры поверхности панели он был у меня 105 градусов это и ночью сейчас сейчас она немножко отключился пока будем милость пример мы еще раз попробуем так стена стена в районе панели 23 3 это смирная стена с теплыми соседями отражатели как видим 28 так смирная стена соседями в районе уже больше ближе к окну 21 и 8 так полу 19 7 96 потолок 21 и 9 так здесь у нас наружная холодная стена белый кирпич не утепленный 17 1 так это смешная стена с туалетом 22 и 2 батареи значит у нас было влажные полотенце батареи сейчас показывает 45 6 45 и 3 45 45 46 градусов так температура поверхности предметов в районе работы панели значит у нас на кровати 24 и 1 это одеяло 24 1 так 23 6 температура постели подушка 23 изголовье 22 и 5 теперь замерим температуру постели наружной стены немножко есть равнице 21 с половиной ковер 19 для эксперимента открыл только что дверь прошло где-то минут может 15 сделал влажную уборку под кроватью вот температура опустилась 22 идея 23 соответственно смотрю на влагометр и уже показывает 52 видно в районе кровати 22 и 1 градус еще раз замеряем панель 54 60 так идем дальше дальше у нас интересует потребление потребление значит у нас прошло сейчас времени не полный 12 часов потом посмотрим на таблицу так показывает что панель проработала 10 часов двадцать одну минуту из 12 так дальше снимаем что она сделается в сети на утро на утро у нас показывает потребление панели мощность вернее панели 530 524 ватта что есть хорошим показателем 220 вольт до 220 вольт 50 герц панель 515 до 530 ватт мощностью так теперь потребление вот 5 ватт 5 киловатт 372 ватта за 10 часов двадцать одну минуту работы панели укроп керамик 500 в комнате 11 квадратов стоп лака два с половиной 5 этаж девяти этажки все сейчас внесем данные в таблицу и сравним показатели теперь делим сделаем анализ отопления таблички наши где мы заносим данные значит квартира у нас тоже те же характеристики вот будем сравнивать вечер и утро дня 5 нашего эксперимента работала панель укроп керамик 500 вот значит в сети изначально вечером было 206 вольт она выдавала 450 ватт на утро 530 ватт уже 202 при 220 вольт влажность как видим в комнате даже поднялась вот то есть это хороший показатель то есть не убавилась температура за окном у нас принципе одинаково буду что на вечер что на утро так изначально у нас было 26 градусов температура воздуха в комнате вот на момент уже окончание эксперимента утром 23 3 то есть выросла на 2 градуса да так что еще значит по показателям центрального отопления центральное отопление за ночь на утро поднялась где-то на полтора градуса как видим поверхность предметов у нас температура поверхности предметов у нас выросла наружная стена на 3 градуса внутренняя стена на 2 с половиной на 2 градуса пол кровать где-то на 3 а вот и так кровать на 4 из меня есть потолок на 3 градуса в общем с этой задачей панелька справилась вот на кончание эксперимента температура поверхности панели достигала 105 градусов в общем панель была подключена к розетке 11 с половиной часов работала считай что десять с половиной часов потребление за эти 10 половиной часов составила 5 киловатт 372 ватта то есть среднем потребление в час было как мы определили мы получается вот если взять формулу посмотреть вот это вот цифру поделили на эту нас получилось 516 ватт в час среднее потребление ну много это ли мало нужно сравнивать с аналогичными показателями по другим панелям если посмотреть температуру за на улице за окном то у нас вот здесь вот есть еще денег такой вот первый первый день минус 7 и в принципе в третий день минус 5 можем сравнить с этими днями что у нас по потреблению было но нужно еще учитывать какая была температура центрального отопления если у нас здесь температура пятого дня батареи нам давали где-то центральное отопление 45 градусов так третий день 43 первый день день 48 немножко есть разница несколько градусов поэтому сравнивать в общем одинак не одинаковые условия у нас сравнивать им не совсем получится но возможно возможно больше получится вот этот вот третий день подойдет 43 и 45 небольшая разница в два градуса вот значит у нас здесь получается поработала на третий день панели укроп алюминий 500 она взяла у нас 437 ватт в час в среднем вот мы нагоняли температуру 23 с половиной 24 вот если сравнивать с этим днем то у нас получится что потребление в принципе да вы немножко выше по сравнению с алюминиевой панелью вот но хотя я думал что наоборот должно быть не утепленных помещениях керамические должна больше давать экономию в данном случае возможно еще другие факторы были вот ну что например например значит здесь температура даже на полградуса на третий день была выше давайте проанализируем что еще могла сыграть воль температура воздуха на кончание эксперимента одинаково температура поверхностей на кончание эксперимента здесь даже выше она здесь проработала немножко дольше 13 половиной часов ну хотя не знаю влияет или не влияет в общем судите сами немножко есть разница в потреблении вот ну я знаю что еще влияет ветреная погода на теплопотери наружных стен ну этот эти показатели конечно я не фиксировал там не знаю направление скорость ветра и так далее возможно сыграли роль что здесь возможно было было менее ветрено поэтому меньше потребление ну пока мы этого не знаем пока мы фиксируем вот сравниваем вот с этим днем у нас получается немножко больше потребления укроп керамик 500 ну посмотрим что покажут следующие дня пока спасибо за внимание подписывайтесь на канал а если понравился обзор ставим лайки и жду ваших комментариев ждите также наших новых обзоров